Всем привет, ребят, меня зовут Тим Кимит и да, до обновы на самом деле 20 минут, но я уже все знаю, что будет в обнове. Так что видос максимально быстро на самом деле выйдет. Итак, есть конечно же официальный сайт Bitgame, если что, я вам оставлю ссылку в описании, там все про обновы, про каждый-каждый, ребята, конечно же, плейс от Престона. Битсимулятор X обновления странствующего торговца, но как в принципе мы и на стриме с вами так и думали. Полный список изменений пятого обновления Pet Simulator X. Да, если что, кстати, пару секунд назад эта вся информация появилась. Если вы еще не видели, расписание обновлений было изменено. Обновление теперь каждую субботу ранее в воскресенье было в 11 по GST, наверное, но в 7 часов по MSK, ребят. Вот каждое обновление. Крупный бот, ребят, каждые две недели помечены, если что, красным и мини-обновления у нас будут тоже через каждую субботу. Ну, вот мини-обновление, что-то будет чуть-чуть добавляться. То есть обновление каждую неделю, каждые две крупное. Кроме того, официально плюшевые игрушки в Pet Simulator X поступят в продажу завтра. То есть их еще, значит, как я понимаю, не продавали. Стоит, если что, ребят, практически 50 робаксов без 5 центов. Они могут быстро продаваться. Я думаю, очень быстро продадутся. Так, что добавили? Добавлен странствующий торговец, ребята. Время от времени странствующий торговец будет проходить с тремя разными питомцами высокого уровня на продажу. Да, это касается радужных мифических питомцев. То есть мифические питомцы радужные тоже будут, в принципе, у нас с вами приходить. Но это не дешево, но это понятно. Эти питомцы будут стоить вам много бриллиантов. Ну, понятно, мы уже видим, в принципе, по ценникам. Там 22 миллиона, по-моему, да, у нас. Да, 22, ребят, миллиона. И это дорого, на самом деле, очень. Некоторые питомцы также требуют определенного уровня уважения. Вы можете повысить свой уровень уважения, ведя больше дел странствующим торговцам. Ну, то есть по возможности первого, второго питомца точно покупать. А вот как бы мифического под вопросом очень дорого будет. Цены могут быть скорректированы со временем, поэтому, вероятно, они не окончательно. Прикольно. Опять про плюшевого. Завтра в продажу 5-го числа. То есть 5-го числа сегодня не будет. Воскресенье будет его продавать. Идет обменный код. Ну, понятно, код будет прилагаться, который можно использовать в магазине для получения эксклюзивного питомца огромного кота. Но это все мы видели. А также, ребят, у него будут чайры. Вот эти Best Freight. Best Freight, надеюсь, правильно назвал. Это будет клонировать, соответственно, вашего сильного питомца. Если у вас бот на, не знаю, 40 миллионов, самый сильный, значит, соответственно, у него тоже будет 40 миллионов. При активации ваш питомец навсегда получит ваш уникальный серийный номер и именем пользователя. То есть поменять, как я понимаю, нельзя бот. Вы также можете владеть более чем одним сразу. То есть можно наторговать себе, можно много купить себе игрушек, в принципе, да, как сделал, скорее всего, Руссо. И у него будет несколько, я думаю. Следуя за нами в Твиттере, по 34 можете получить это вознаграждение. То есть, если следите в Твиттере, подтвердите свою учетную запись, в которой вы подписаны на нас. Вы можете повысить постоянно повышение рейтинга на 50% бесплатно. Но мне, в принципе, нет зачем, у меня и так максимальный уровень. Можете получить доску в меню. То есть можно бот перейти через меню, нажать на меню, и вас перекинут, как я понимаю, на ссылочку, либо верификацию сделать. Но, в принципе, неплохо. Но, возможно, кто-то бот пользуется, кто-то нет. О, вот это, кстати, круто. До следующей недели все монеты фэнтези-коины удваиваются бесплатно. Хороших выходных, то есть двойные, плюс еще тройные. Я думаю, шестерные будут. Посмотрим, как это будет действовать. Интерфейс ускорения потерпел космической измене. Теперь это выглядит намного лучше. Ультра-удачный баф. Ультра-удачный баф ускорен теперь длится 15 минут вместо 10. Тоже, кстати, это зачет. Красавчик. На самом деле, это очень хорошо, ребят, бывает не хватает немножко. Тем более, когда собираешь на индекс, я на индекс собирал, мне очень сильно не хватает. Когда оба игрока будут готовы, будут показываны только те питомцы, которых вы продаете. То есть, не будут все, которые только выделены. А так, вроде бы, будут только бы и было. Может быть, я что-то неправильно понимаю. Исправление, ребят. Исправлено обрезание интерфейса активных бустов для мобильных игроков. А, ну я понял. Вот я, бывает, экран делю на два, то есть, с двух аккаунтов. И это все, в принципе, исправлено. Бывает очень криво. Залил ямку в пляжной зоне песком. Я, кстати, даже не знал, что там за ямка есть. Исправлено некорректное отображение сокращенных чисел. Но я тоже не замечал этого. Продлена математика индикатора выполнения индекса питомцев. Посмотрим. Возможно, может, еще можно одного икса пета одеть как-то. Все, здесь, в принципе, все. Давай посмотрим, может быть, одно уже выкатилось. Ребят, есть вот такой кодик. Half a million. Вводите, в принципе. И юзайте. Дают гемасиков. Я так и не понял. Но что-то очень мало дает гемасов. Все, вводим. Ну, вот сами. Можете засесть сколько? Тысячу, там две прибавилось. Ребят, вы многие просите, помоги с индексом. На самом деле, я на индекс убил 8 часов. Я больше не хочу ни минуту на это убивать. А максимум, что я буду делать, это дофармливать как-то леко в свободное время. И за него, ну, слушай, даже побольше. Даже побольше. Но будем считать, что миллиард где-то. А тут, знаешь, должно быть 2 миллиарда. В принципе, топово. Топово можно реально будет повыбивать. Будет золотых, еще будут раздавать, возможно, даже радужных. Посмотрим, ребят. То есть, завтра стримы с раздачей не будут в любом случае. Но, возможно, посмотрим. Не знаю, в четверг сделаем. Либо сделаем во вторник и в субботу, наверное, раздачу. Да, во вторник и в субботу сделаем раздачу. А в четверг постримим какую-нибудь другую вообще игру. Все, ребята. 8 секунд назад обновился сервачок. Смотри, 8. 8 секунд назад реально обновился. Давай обновлю сейчас при тебе. И мы скипнем с тобой. А обновление прямо сейчас. 8 секунд прямо сейчас. Сейчас, да, он будет потихоньку обновлять. Все, я нажал reset. Thank you. Спасибо. Да, нет. В твиттере, ребят, нигде кода пока никакого не появилось. А вот смотри. 2x event. Круто. Круто. Так, пойдем сразу же дропнемся с тобой на сундук. Мне это всех больше интересует. Пока что. Все. Мы остальное знаем, что бот торговец. В принципе, мы его увидим. Ребята уже что-нибудь пишут, наверное. Либо залетают. Так, окей, сундук. Мне нужна, ребятки, нужна помощь. А в одного-то я понятно, что намного больше выформлю. Так, ну, ребят пока нет. Значит, давай тогда отправимся на первую зону. Так, а где наш торговец? В смысле? Мы что, не на обновленном? Нет, мы на обновленном. Это в любом случае. Так, вот, есть very. Ребят, срочно включение. Короче, подходите сюда. Вводите вот так вот. Собака. Rest 4N. И верификацию проходите. Я прошел верификацию. Спасибо нереально за инфу, но торговца нет на самом деле. Так что я не знаю, где он. Ну ладно, давай, до встречи. Здесь я должен вести свой твиттер и нажать very. Понял я. Ну, заморочимся, заморочимся. Я в любом случае, думаю, заморочусь. Здесь нету пока торговца. О, реконектнуло. Смотри-ка, торговец приехал. Нет, торговец не приехал. Так, а где торговец? Окей, мне интересно. Отправлял, значит, на... Нет, на той зоне точно не должен быть. Так, погнали по зонам тогда. Так, здесь у нас торговца нет. Так, здесь у нас торговца нет. Здесь у нас торговца нет. Здесь у нас торговца нет. Здесь все закрыто, ребят. Здесь бот, как я понимаю, в следующую субботу. Так что можем забыть реально про эту локацию. Здесь вот, видите, скорее всего, бот. Яичко, намек на яички. Ну, нет. А также в обновление включены новый странствующий торговец. Заморочные награды, твиттер и другое. Так, ну, твиттер это понятно. Играть понятно. Когда кода нового, ребят, нету. Спускаемся вниз. Смотрим торговца. Ну, нет. Кстати, вот зельки теперь. А-а-а! Вот, смотри, он их переработал. Это, кстати, круто. Прикольно. То, что они такими выглядят. Я думаю, где-то они потом будут... Их можно будет надыбать, либо сварить. Ну, симулятор жвачки, вы поняли. Пусть оттуда берет. Хотя бы как-то будет разнообразная игра. Ультралаки вот на 15 минут увеличил. Как мы, в принципе, и говорили. Код внизу. Но прикольно. А-а-а! 15, он, смотри, так и не убрал. Вот она в серии. Вот она в серии. Значит, следующую типа обнову он уберет, как я понимаю. Максимально выжимает из ребят. Хантер Мистикал. Это, ребят, просто. Это просто жесть, на самом деле. Но я, как понимаю, если мы сюда подойдем, здесь тоже ничего не поменяется у нас. На последней локи тоже нет. Но я сейчас попробую с ребятами все-таки взорвать сундук. Я не знаю, что с странствующим торговцем. Мы будем разбираться, мне очень интересно посмотреть, что у него запятый бот. И реально любо 22 ляма. Возможно, он поправляет стоимость и делает. Все, отправляем на сундук. Смотрим, сколько сейчас принесет. Мне сейчас это взорвем. Слушай, но уже больше. Смотри, мы только начали, да? То есть, с меньше, чем с половины. И у нас уже, в принципе... Да, по-любому больше, ребят, 100%. Но выформиться у меня на 2 миллиарда или нет? Я ради него не сплю. Два ночи, класс. Ну, а зато ты 2х сейчас монет поставишь. Возможно, на х3 как бы включишь. И у тебя больше фарма. Просто больше на фарме за ночь ты в любом случае ночью стоишь. Так что пельмешка вот так вот как-то. Да, будет больше, но не х2, я подозреваю. То есть, у меня сейчас должно, в принципе, взорваться на х2. То есть, минимум, миллиард, 900 у меня должно, миллиард 800 у меня должно, ребят, минимум прийти. Ну, сейчас посмотрим. Ну, так, в принципе, да и будет. Да. Ребят, это топ, это топ. 3 миллиарда, просто 3 миллиарда. Ну, у меня бывало миллиард 200, но здесь сейчас просто 3 миллиарда у меня. Это топ, ребят, 3 миллиарда. Это просто за одно открытие я могу открыть за одну. То есть за один взрыв я могу, в принципе, открыть золотого питомца, что, в принципе, я и хотел. Я хотел, чтобы Престан сделал всегда так. С последнего одного собранного. Либо, ребят, просто странствующий торговец позже придет, либо еще что-то. Я не знаю, я подозреваю, что он позже придет. Но вот такая, как бы, пока обнова. Если пока буду монтировать, он появится, то, конечно, как бы вакуум. Я не думаю, что из-за него будут перезапускаться как-то серваки на других зонах. Я посмотрел, его вообще нигде нет. У скрытых тоже никаких мест вроде бы нет. То есть он 100% должен, ребят, быть тут. Я думал, мало ли, он перемещается, там чуть ли не бегает, знаешь, по зоне. Но как бы это где-то не так. Все, ребят, всем пока. С вами был Тим. Оставайтесь все равно мне счастливыми. И до новых встреч. Если будут странствующие торговец, то я подключусь, конечно. Ну, это как всегда, короче, ребят. Монтирую, поставил уже делаться. Уже начало делаться. Там 10% короче сделалось. Думаю, дай-ка зайду в игру. И смотри. О, он, кстати, приехал. Подожди. А, во. О, смотри-ка, 2 минуты нужно подождать. Видно, что появился. Что у нас здесь есть? Кстати, леги вот эту у меня как раз не хватает. Вот это, кстати, хорошо. У меня не хватает ее в индексе, по-моему. Что еще здесь есть? Тим, привет. Кто, ребят, про вери не понял, вводите, соответственно, я вам оставлял, да? Вот так вот. Если что, вот сюда вводите. И нажимаете вери, и у вас все гуд. Так, торговец, окей. Пусть пока появляется. Вот так. И мне как раз вроде бы... О, а он хотел это, кстати, пофиксить. Я просто уменьшил. У меня, если что, экран больше, да? Я его уменьшил. И смотри-ка, все криво. Не все он еще поправил. Но все понятно с Престоном. Привет, привет, ребят, всем. А, и, кстати, смотри-ка, твиттер босс появился внизу, видишь? В левом нижнем углу. Блин, чуваки, нет ненужных петов, реально. Еще 20 секунд ждем. Ну, а Гония мне не нужна. А вот это, кстати, уже, смотри, не 22 миллиона, а 15. Так что я, наверное, все-таки куплю одну. А дальше будем смотреть. Надо будет качать очень жестко. Нет, он сейчас не пропадет. Я думаю... А, он пропал! А как мне надо было бы купить тогда? В смысле? А как мне было бы заслужить? Че? Ну, непонятно. Будем разбираться. Я так и не понял. Ну, я понял, что ты купил Агонию. Но мне нужна была эта Лего первая. А как мне было бы тогда? Ну, я понятно. Ну, я Иван Яр. Здравствуйте всем.